Что там у вас за звуки? Солнце, спрячемся. Что за звуки у вас там? Я шторы опускала. А погремушка не играет? Я шторы? Это, наверное, вот эти штуки просто. А, вот погремушка. Там же внизу, вот здесь, вот они, вот, пожалуйста. Я так навязывался, я выкручу. Здорово. Всем привет, всем доброе утро. У нас оладьи. У меня по заказу, Рушан заказал оладьи. Так что готовлю ему оладьи, нравится ему оладьи. Посмотрите, какие они высокие. Пышные, пышные. Они немножко обжарились, и я закрываю крышкой. Под крышечкой где-то минутку, и все. И вытаскиваю. Так, наша первая редиска. Вот она тоже, редисочка пошла. Тоже вторая. Так, так, так. Буду салат готовить. Тарушан говорит, я у тебя редиску здесь подъедаю. Я думаю, дай-ка я приготовлю салат. Хоть успеть салат приготовить. А то так выйдешь, а редиски-то нету. Побольше, как назло, когда высадишь, никто ее не ест. Потом выбрасывать. Ой, лопнула. Потом выбрасывать. Жалко. Поменьше сажаешь. Все. Начинается. Все сразу ее едят. Закон подлости. Что тут у нас еще? Ну, я еще там огурчики добавлю. У меня огурчики есть. Так. Так. Лучка обязательно. Кстати, у нас вот так утки купаются. Я стояла, наблюдала, любовалась. Они такие счастливые. Наверное, уже покупались. Не слышно. А то вода в разные стороны летела от их купаний. Ой, как припекает мне спину, а. Сегодня как жарко. Так еще не летом. Я не знаю, может быть, это видео выйдет летом. Потому что нам, смотрю, вчера, что ли, комментарий был. Писали. Мол, мы уже редиску едим. А у вас еще ее нету. Так у нас едила с опозданием. Наша редиска. У мамы раньше была. Ну, я не высаживала, потому что, потому что и некуда было. И теплицей занимались. Погода такая была. Теплицы не было. Мама в теплице высадила. У нас еще теплицы не было. Мы не могли погоду поймать, чтобы теплицу накрыть. Поэтому и нету. И не было так рано, может быть. Вот они. Накупались. Я не у вас спрашивала. Все, теперь сушатся. Еще бы вот так бы покупался. Откис бы немного. Вот залез бы и откис. Вот эти все такие чистые. А тот не очень. Ну, не лезет. Знаете, что меня заставляет делать муж? Чтоб я вот это все снимала и показывала его сестре. Дразнила их там. Что у нас уже редиска своя. У них нету. Вот такой вот брат. Ну, брат. Я не дразню. Я мотивирую. Что у нас здесь кладезь витаминов. Вот свое. Там еще такой комментарий как-то попался. Без химии. Зачем вы всех родственников перетягиваете в Краснодарский край? Ну, я думаю, они не дети. Люди все взрослые. У нас нет такой верезки, чтобы втянуть. Угу. Честно, очень глупый комментарий. Угу. Ой. Я, в принципе, на такой комментарий могу так же ответить за хлебом. Хотел сказать пилот. Ну, ты че? Рошан. Че? Так. И маслица. Накрыц посыпаем. Олитковое. Вкусненькое. Полезное. Угу. Тоже, кстати, свое. Да. Катерина должна это сказать? Да, обязательно. А, он еще, знаете, что сказал? Чтоб я сказала, что еще огурцы свои. Ну, да. Просто скажи ему. Мы не показывали это. Мы в ведрах растили. Зимой, да? Зимой, да. Шутненько. На веранду. Вот так вот. Вот такое вот у него общение со строй. Угу. Я бы сюда немножко ищу бы это там. Карачей бы накрашил, накрашил бы. Для Дениса? Да. Угу. В принципе, я могу вот это. Дядь Куре каждое утро по пол видра ловить. Сказать, чтобы он по пол видра там принес. Я это поснимаю. Показываю, скажу, во, на рыбалку сходи. Ужас какой-то все. Ладно, мы с судьбом обедать. Я уже приготовила обед. Все. Так что всем приятного аппетита, кто будет есть. Ну, через 5 минут выезжайте. Да, мы на работу сегодня едем. Деревянная. Где еще? Два, четыре, пять. Где еще? Пять. Виктор Михайлович. Сейчас тебе. Тихо, тихо, тихо. Уже мы все сделали. Уже как. Давайте. Да. Пока. На этом этапе вы молодцы. Посмотрим дальше. Да. 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 Здесь стоит этот голубой колпачок. Едем с работы. Смотрю, цветочки продают. Я говорю, там цветочки продают. Красивые такие. Ярошан такой приостанавливается, разворачивается молча. Какой у меня хороший муж. С полуслова понимает, чего хочет его женщина. Цветочков. Где-то там-то там. Блин, здесь дорогой питомник хороший. У них все дорого. Да. Да. Мы тут были. Давай я спрошу там у них бархатцы. Красивые. Вот у них эти штучки такие. То, что я покупала у нас по 40 рублей. У них здесь по 200 рублей. Так что я уехала. Мне удовлетворенная. Я сказала, нет, спасибо. Ну, красиво. Рука не поднимает. Да. У них вот эта вот петунья просто в кашпо, что вот я покупала маленькие вот эти. Она у них стоит 200 рублей. 200. Просто такой вот стаканчик маленький. И петунья такая маленькая сидит. 200 рублей. У нас возьмем. Мы сейчас все равно через Павловскую. У нас есть петуньи. Просто хочется побольше там. Чтобы побольше цветов всяких было. Ну, мне нравятся петуньи. Ну, а что еще? Что еще, Рюшан? Что еще? А сейчас напишут, уже поздно. У нас не поздно. У нас никогда не поздно. Да. Продают же люди покупают. Посмотрите, как. Сейчас это, в Павловскую приедем, да, посмотрим. У нас на 200 рублей можно было 4, 5, 5 кустиков таких купить. Разных. А здесь один. Ну, зачем? Нет. Поедем к нам поближе. Пионы, 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 распустились у нас тоже. Пилот, да подожди ты, не лай. Вот такие у нас пионы. Надо все-таки поставить вон ту штуку, которую мы купили. Чтобы она держалась. А не видишь, развалились все. Да, надо подставить, чтоб держалась. Какая красота. Как они пахнут. Я даже здесь стою. Так он гулять уже, наверное, все-таки хочет. Вот такая красота. Вот такая вот красота. И везде. Посмотри, даже здесь муравьи. Вот они гады. Ой, красиво. Все, ладно, подберем пионы. Будут они у нас стоять красиво. Пионы подобрали. Вот здесь вот-вот-вот, видите, вот так вот подобрали. Ну, так себе. Не очень, конечно, это все красиво. Ну, по-другому как. Они, видите, сразу такие сюда тыксы, все, как попало. Ну, муравьи, блин, эти. Вот такие вот у нас здесь пионы. Конечно, бордовые. Красивые такие, что Кристина давала. Ой, как они пахнут. Ну, эти тоже такие симпатичные. Тоже красивые.